Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снова хочу записать для вас влог, так что кому интересно, продолжайте смотреть. И прежде всего я хочу, наверное, в очередной раз поболтать с вами у кожи во время похудения, потому что, ну, все равно у меня поступают такие вопросы. Я так понимаю, что многие девочки просто боятся того, что обвиснет кожа. И вот я хочу вам показать свой живот. Ну, все, кто меня смотрит, я думаю, уже знают мою историю похудения, что я вначале похудела, потом снова забеременела и снова начала худеть. Я думаю, это все уже знают, все, кто меня смотрит. И хочу сказать, что животы мои во время беременности были просто огромными. Меня даже проверяли на, как это, многоводие, по-моему, называется. То есть, когда много, ну, околоплодных вод, но оказалось все в порядке. Просто у меня был живот, и у меня даже спина вот просто вот, я не знаю, выгибалась вперед. Настолько вот был большой живот. И по поводу растяжек. У меня появились растяжки после рождения детей. Появились они на бедрах, но они очень маленькие, их практически незаметно. И получается, ну, как я думаю, да, что они связаны не с похудением все-таки, а все-таки с родами. Ну, с беременностью родами, да. В общем, давайте покажу вам свой живот. Вот. Я прикрылась, с вашего позволения, полотенчиком, да. Вот я показываю, я надеюсь, что видно мой живот, когда я стою. Вот. Это не втянутый мой живот, то есть, вот в обычном моем состоянии. Если втянуть, он у меня не так сильно убирается, да. То есть, мышцы есть, но есть вот жирочек. И как вы видите, то есть, камера передает. Растяжек у меня нет. И первое, что у меня вообще какая проблема возникла, это вот, видите, такая складка вот здесь вот, да. Но она, я знаю, у многих есть. И у меня вот так вот подвис живот, то есть, он как бы нависал, да, вот в этой части. Сейчас такого нету, но все равно есть вот такой, как бы не очень хороший животик. И сейчас я вам покажу, как все это дело у меня выглядит сидя. Потому что я в Инстаграме выкладывала фотографию, говорила о том, что я хочу еще похудеть, то есть, стать еще худее, чем я сейчас есть. Мне многие девочки писали, что нет, нет, Наташа, не надо, ты будешь как высушенная рыбка, одним словом. Но вот живот меня расстраивает, да. То есть, у меня действительно худые ноги, руки, ну не знаю, как насчет лица, вот. Но живот, он меня очень сильно расстраивает. И я понимаю, что это не только там кожа, там еще что-то, это жирок, да. И я хочу его убрать, вот скажу вам честно. И сейчас, вот сегодня с утра я встала на весы, я была 56-400, ну с утра без одежды, да, не позавтракав, только выпив воду. И я специально не худею сейчас. Но где-то вот на подсознательном уровне, то, что я понимаю, что я хочу убрать живот, да, и в общем, я стала меньше есть сладкого. Говорю вам честно. И, точнее, я его практически совсем исключила. Иногда кушаю только мороженое. Никаких ни конфет, ничего такого у меня сейчас нету. И, в общем, да. В общем, давайте покажу кожу на животе, когда я сижу. Вот, когда я сижу, это очень сильно заметно. Я опять прикроюсь немножечко полотенчиком, с вашего позволения, да. И сейчас вам покажу. Вот я показываю свой живот, когда я сижу. Вот так вот он выглядит. То есть, видите, он такой, ну вот как бы, я не скажу, что прямо сильно толстый, но все равно. Есть вот такие, есть вот такие как бы, да, такие как морщинки, наверное, правильно так назвать. То есть, он, видите, вот у меня вот так вот загибается, и мне это очень сильно не нравится в плане моего живота. Вот он, вот так вот он выглядит. Вот, то есть, в принципе, неплохо. Перенести две беременности, да. Вот так покажу, я совсем оголяться не хочу, да. То есть, вот такие как бы складочки. Они, конечно, у многих, когда они сидят, да. Вот, видите, вот здесь вот такая кожа как бы, да. То есть, вот я легла, например, да, сейчас. И вот как бы такая вот, видите, становится кожа. Я не знаю, девочки, возможно, конечно, я к себе придираюсь очень сильно, но... И, возможно, у многих живот выглядит именно так. Так, вообще, конечно, если взять то, что я там родила двоих детей, и то, что я похудела, состояние кожи вообще хорошее, да. Но, не знаю. В общем, меня это расстраивает. И у меня вот эта мысль, она, короче, во мне сидит, и... Но все равно я решила как-то себя не ограничивать сейчас, как-то более-менее, не знаю, остановиться, не худеть. Вот. И сейчас, кстати, сделала заказ на сайте Литуаль. Там акция, какие-то средства по распродаже со скидкой 50%. И есть мой любимый Калистар. Там нужно купить два продукта по цене одного. В общем, когда ко мне все придет, вроде обещают в понедельник доставку, я вам обязательно все покажу, что я там заказала. Но моих любимых средств там нет. Мои любимые средства это дренирующий талостоскраб, он, по-моему, так называется. И такой какой-то ночной, он, по-моему, крем для области вокруг живота. Вот я хотела заказать их, их не было в наличии. Там был талостоскраб, но он стоил что-то в районе 5 тысяч. И на самом деле, ну, как-то это совсем много. Хотя косметика действительно работает, и она действительно классная. Я сейчас покажу вам ноги свои. И вот так выглядят мои ноги. То есть, да, они действительно достаточно худые. Вот. И живот. Если втянуть, то все хорошо. А так, конечно, он у меня есть. Это не... А так, конечно, он у меня есть. Это, на самом деле, мне очень нравится. И тоже по поводу растяжек. Честно, не знаю, видно или нет, но вот они у меня есть на внутренней стороне бедра. То есть, вот сейчас кожа загорелая, да, и вот они есть, да, небольшие. Но, на самом деле, вот издалека это незаметно. Кожа, как бы, достаточно ровная. Они даже у меня немного загорают. И, как бы, на самом деле, вот в этой части они у меня есть. То есть, внутренняя сторона бедра, да. И они у меня, на самом деле, вообще, как бы, что называется, не парят. Поэтому я на них особо не обращаю внимания. Так что, вот так вот. Все показала. По поводу груди еще раз. Моя грудь маленькая. У меня неполная чашечка, неполная Б. То есть, есть некоторые модели бюстгальтера, да, лифчика, как правильно сказать. Которые мне великоваты. Есть, которые сидят нормально. Вот если брать такое, ну, белье Victoria's Secret, например, да, которое многие знают. То их на чашечка Б мне подходит идеально. Есть какая-то марка от Intimissimi, по-моему, или как-то так называется. Где бэшечка ихная мне велика. Вот. Так что грудь у меня небольшая. Она круглой формы. Поэтому с ней вообще ничего не произошло. Вот она как была. Она у меня даже не увеличивалась, когда я кормила детей. То есть, по моей груди нельзя было сказать, что я кормящая мама. Вот. Мама, когда на меня смотрела, она все время думала, Блин, откуда у тебя там молоко? Его там нет. Вот. Так что, так что вот так вот. Не знаю, плюс маленькой груди и минус. Конечно, я бы хотела побольше. Вот. Но, кстати, у моей мамы большая грудь. У нее очень большая грудь. У нее, наверное, размер 6-7. И она говорит, что я дурочка. Что маленькая грудь это очень хорошо. Особенно, ну вот, знаете, времена там 80-е, 90-е. Ей было не подобрать одежду. Потому что она всегда вверх покупала больше, чем вниз. Потому что, ну, из-за груди. Потому что здесь ничего не сходилось. А, говорит, девочки с маленькой грудью носили все, что хотели. Поэтому, ну, не знаю. Плюс это минус. Меня, как бы, вот, особо, честно, не парит эта область. Вот. Я надеюсь, кстати, я никого не шокировала тем, что я сейчас показывала вам. Вот. Но все-таки решила показать. Потому что, ну, поступают вопросы. И, конечно, мне тоже было бы интересно. Поэтому, девочки, на самом деле, не бойтесь худеть. Если вы будете худеть не резко, да. Ну, вот, самый максимальный вес, да, который я сбрасывала, это, получается, 26 килограмм. Это не так много, да. Это не 40, не 50. Если вы будете постепенно это делать и ухаживать за кожей, то, ну, не будет никаких проблем. У меня плюс еще две беременности. И плюс у меня были огромные животы. Мне, когда вообще кто-то меня видел, он думал, что у меня двойня. Реально. Потому что очень были огромные животы у меня. Поэтому как-то так. Так, и еще меня просили показывать, ну, как я все организовываю дома, как я все храню дома. Пока мне нечего показать, честно. Потому что у нас продолжается ремонт, у нас продолжается стройка, которую я вам сегодня покажу. То есть у нас дом до конца не доделан еще. И у нас вот мы планируем в ближайшее время сделать гардеробную детскую. У нас просто такое получилось небольшое помещение, в котором муж хотел сделать какую-нибудь ванну или еще что-то. Но я решила, что там будет детская гардеробная, чтобы не покупать шкафы, чтобы туда все сложить. И как бы все убрано, и все хорошо. Вот это я буду, когда вот мы там начнем, это, наверное, ну, мне кажется, может быть, сентябрь будет, может быть, пораньше немножко. Я вам все покажу. А сейчас у меня муж делает фасад. Он, кстати, у меня построил дом практически сам. Вот на некоторые моменты он нанимал людей. Но большую часть он все делал сам. Вот. И сейчас тоже фасад отделывает он сам. Вот я сейчас нахожусь в детской комнате. И вот эта детская комната, то есть с наружной стороны, у нас фасад не утеплен сейчас. Конечно, сейчас мы готовимся к зиме. Сейчас у меня муж делал заказ строительных материалов. Он все время заказывает, кстати, в магазине Петрович. И, в общем, сейчас покажу, что у нас с фасадом и как у нас выглядит, что мой муж будет делать. Вот к нам приехала машина с устроим материалом. У нас муж заказал с разгрузкой. Смотрите, как интересно носит. По три пакета. Ну, это грузчик. Он из себя берет и носит. В общем, это муж как раз заказал штукатурку на фасад. Еще там утеплитель будет. Тоже вам покажу. И вот у меня муж заказал вот этот утеплитель. Будет утеплять здесь песок. И вот такая вот сеточка. Не знаю, зачем все это дело. Ну, вот такое вот будет у нас строительство. И вот вам хочу показать вот наш дом. Ну, это с одной стороны, да, вот, которую мы сейчас будем утеплять. Вот муж уже начал делать. Он вот это сам ставит, а штукатурит, не знаю, он будет сам, не сам. Вот. Это как раз-таки второй этаж. Это два окна как раз детки. Детская комната. Вот. А здесь внизу, вот это окно, это комната моего свекра. Он, правда, с нами не живет, но приезжает к нам часто. А вот эта часть, ну, как вот под окном одним. Там комната моя мама, у нее окно вот туда выходит. Вот так вот. И вот сейчас муж будет дальше продолжать. И потом сверху будет штукатурить. Ну, штукатурка вначале черная будет, а потом уже, ну, как, декоративная, да. И вот он вот так вот делает. Это уже с другой стороны дома. Там окно. Вот такими штучками забиваем. Вот. А сама фасадная штукатурка, ну, декоративная, у нас вот такая. И запах это называется. Вот такой рисунок. Вот. Вот так вот она выглядит. Это уже потом. Это может быть даже не в этом году, может быть даже в следующем такой году мы вот такое декоративное сделаем. И вот так вот дом у нас выглядит с фасада. Ну, вот. А вот там вот верандочка как раз у нас. Здесь, ну, как центральный вход, да. Вот эти колонны из кирпича, а вот это, это пластиковая такая штучка. И я надеюсь, ветер не мешает. И вот он заказал вот такую штукатурку. Не знаю. Это цементная штукатурка МК. Так что, вот такой у нас ремонт. Сейчас посмотрела, что я вам отсняла. Кусочек, где я показывала свои ноги. И хочу сразу ответить на вопрос. У меня, да, у меня ноги разные. У меня левая нога худее, чем правая нога. Это связано с моей травмой. Раньше было еще хуже. И, то есть, еще больше разница. Разница была аж в два раза. Поэтому сейчас все выглядит как-то так. И спортзал вот мне очень сильно помогает восстанавливать ногу, чтобы она была такой, как вот надо быть. Также хочу сразу поболтать по поводу всяких средств, ну, там, народных, да, для кожи, там, обертывания, масляные, там, кофейные, всякие-всякие разные. Я, на самом деле, много что перепробовала. Очень много. И с различными маслами, и с покупными. И вот сама смешивала. И апельсиновые, и виноградные косточки использовала. И, ну, очень много разных всяких масел для, ну, соответственно, живот, бедра, ягодицы, все вот это вот. И с горчицей делала какое-то обертывание, и с горчичным порошком. В общем, на самом деле, очень много чего я перепробовала. Но состояние живота, конечно, улучшилось. Раньше было намного хуже. Но сейчас я как бы, как сказать, вот эти все обертывания, да, домашние, они лично для меня, ну, я не знаю, как для кого как, но лично для меня они хорошо, очень помогают от целлюлита. Они вот именно бедра, попа, да, вот прям так все подтягивается, хорошо, вот так прям супер просто. Но вот как-то на живот это мало влияет. Вот мне лучшее состояние живота помогло крем от Калистар и LPG массаж. Хочу я повторить LPG массаж, ну, или может быть даже какой-то другой массаж, но я имею в виду у косметолога, а именно такой аппаратный. Но пока, пока вот нет возможности, у нас тройка, еще хотим поехать отдыхать, еще много-много всяких, всяких-всяких, чего нужно сделать. Поэтому пока на массаж я не иду, пока вот как-то пытаюсь справиться с такими домашними методами. Вот. Так что сразу ответила вам на этот вопрос, чтобы потом не задавали. По поводу травмы у меня была травма колена, достаточно серьезная. Потом я еще рожала с этой травмой, тоже сказалась на восстановлении, на реабилитации. Я еще умудрялась падать в гипсе. И, в общем, ну, короче, с ногой это вообще беда у меня. Ну, и на сегодня я буду заканчивать свой небольшой влог. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно задавайте свои вопросы, оставляйте свои комментарии, пожелания для видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!